такая красота у нас складе конюшня в длину стоит здесь все битком оставили немножко пространство для жизнедеятельности все полная завязку вот уже трап начали складировать на улицу в каждом ряду 21 рулон плюс она от роза ветров будет стеной ветрозащиты шлифует площадку себе скидок тоже планируем две три скидкой поставить тысячи на полторы каждую под крышей немножко тут косяк была договоренность металлфатические рулоны сюда не кидать а уже вот снова сетки едут рулона сюда камаз возит потихонечку 21 рулон как раз один ряд у нас один ряд один камаз кто спрашивает за счет чего сетка держится на рулоне но за счет волосатости наверное сена то есть вот после падения в редких случаях бывает абсолютно в редких так все нормально бывает случай когда цепляется вот за край сейчас зацепился вот за угол порвал немножко но тем не менее как бы это не не влияет сильно на целостность романа зимой короче лошади не морщаются особо едят за милую душу отлично перекрытие класса это 125 ширина мне она больше нравится чем 123 какой звук да и запах доехал до табуна красота полегче слепи поменьше чуть-чуть пятница уже ребенка с нему прикольный варик зубрик варик зубрик варик зубрик червы веретесь и ой ну тут малыш свеженьки отдыхает твой да все понял понял базара нет нормально все хай Хай! Это бомба водка, конечно. Хай, как дела? Карапуз. Мастер-класс от Тагитяны, как надо работать стримером. Нагирается, как бешенчик. Полился, я его снимаю. Я говорю... Он облагородил свой дом. Тагитяны, в том году было хорошо, завтра была. Ты зачем бьешь стример об землю? Фимур научил? Заглуши, подожди, не слышно. Короче... Племяшку приезжал. Я такой стою, останавливаюсь, кнопку нажимаю, вытаскиваю. Шнур... А, ну... Провод. Чего делаешь? Лиску вытаскиваю. Дурак, что ли? На хера играет эта кнопка? Ее говорит, об землю дал, она сама вылазит. Ну-ка продемонстрируй. Нет, не заводя, получается... Вот так вот пилишь, вот так прям газу даешь, вот наоборот, а землю вот так щелкнул... И она за счет центробежной силы... За счет центробежки сама открывается. Вот так знаешь, на чего я не кашу? В том году был эксперимент... Это вот дерево микрофлора, что ли, имеется? Да, оно в тропе создаёт. Если скосишь, вот так ровно, все, горит дерево, ни хрена не растет. Надо травку оставлять рядом, да? В том году мы же голубые ели посадили все здесь, если 400 саженцев себе. Чтобы потом там на аллею славу все пересадить. Так. Короче, в том году батя-рабочек там, говорит, надо прополоть. И ясу, то ли ясу, то ли кто полол. Короче, половину спололи, половину нет. И? То, что не пололи, ели вот столько в рост добавили голубые. Так. А то, что спололи, как были, так и остались. Прикол. Вот, вот тропики. Вот такие вот. И вот я в том году тоже заспал был, а не косил. Вот так оставлял. Саженцы очень хорошо в рост дает. Это у тебя здесь груша? Груша, абрикосы, яблони, сливы. Потом яблок много, малина сортовая такая. Перед домом у Сагидзяна будет такой сад. Это что происходит тут такое? Это что за ужас? Сагидзян? Смотрите, что творится. Саид. Саид. Саид у вас? Саид у вас? Саид у вас. Град сильный. Ёв град, смотри как он сейчас. Тачку может, быстренько спрячем. Машина? Сейчас здесь град такой начнёт целевый Чёртый тут нет? Да А у них А ты точно Ё-моё Смотри, твой ёлки Смотри, твой ёлки Смотри, твой, твой, твой Не, град такой, не страшно Мочит град На старт, внимание марш, меня отсюда заберёшь Давай, уезжай Бегу! Давай, пошёл Пошёл Ха-ха-ха-ха от такой материал есть и где 5 а вон еще там ты это посчитал да ё-моё смотри а здесь вообще тоже пыталась вырвать я же говорю ураган этот но на ураган похожа была очень фаре все по власти чё яндекс не обманул из-за вот этого окна да нет яйца так ничего страшного здесь что здесь нормально все целое там задач посмотрим готовься на ресторан живой 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 объем объема не хватает до чтобы вырвать поликарбонат орвал здесь где ага ухты тоже работенка он лист лежит вот уже сколько времени прошло да еще крупный не очень хороший град был пастух похренел наверное пастух у нас единственную проблему знаешь как я в Айгуле нашла нет в Айгуле что случилось в Айгуле свекровь же с сыном гуляли где-то и остались где-то е-мое с сыном маленьким что ли это сколько месяц в беседке был мы были все нашел нашелся в беседке прятались ну чё предстоит нам работенка смотря туалет лежит видишь на поле сабантуйском туалет лежит видишь brake твой фото так не может нет мы так не можем А кинок прожатку может я не понял еще где белый Когда она будет на поле, она пусть там все вырвут. Да? Угу. Этот пятачок на поле за червем точно выйдет? Или и все будет? Не туда. Вот так вот. Камаз приехал в сену, не выполнен еще. Что случилось? Кони? Табун разбегается. Ну, сам беги. Табун разбегается. На маленьком, на большом табун не погоняешь. Поехали. 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 Поехали после урагана. Поехали. Дядя, а че они разбежались? После дождя сильного ливня бывает у машины, они, ну, немножко... Ситуация непонятна, да, для них, гений? Вот тебе и квадрик. Вот тебе, говорю, квадрик, да? Нормально? Сейчас надо их угомонить, да, как-то, спокойно? Сейчас загоним, угомоняться, молодежь, они немножко так... Это молодежь, что ли? На утреннике, да, это очень прекрасно. Когда-то урожайная будет, вот. Урожайная, да. Да, тут есть немножко двухлеток, но их мало. Смотри, 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 смотри. Смотри, 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 смотри. Ой, красиво, красиво. Они даже свое место знают. Река, река, ребята. Река из лошадей. И-и-и-оп! 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 Молодцы, молодцы. Видишь, как мой командный голос сработал. От тебя научился, гляд. Что, лосей так же будем подзывать? Ну, они там не так. Покажи, как. О! 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 Вот так вот. Все звуки современные природы. Я видел один раз, ну, как-то, когда у нас еще и раньше, там проблемы с волками были, когда мы еще не умели их стрелять. Мы приглашали крутых волчатников. Есть такой файрузов, файритабы. Ну, наверное, под 90, наверное, даже если не больше лет сейчас. Ну, он больше сотни волков стрелял в своей жизни. Ну, он, когда походили по нашему лесу, ну, представляете, он профессор, он уже на тот момент 120 волков он стрелял, это был давно уже. Он такой походил, посмотрел, он говорит, улыб, мандас издай, говорит, бюре, у а там болмай. Гафует, как бы, проблемы негра. Я отчаливаю. Все, но потом, видишь, научились. И этот, к чему я это? А, вот, когда мы с ним гуляли, он журавлей, мы идем журавлей, и вот он, прикинь, он с ними, как журавль мог изображать волосы журавля, прям идентичные, и они в ответку давали. Вот, я так и не смог научиться, как журавль. Это, по журавлиному, короче. А лосям, кто тебя научил? Ну, есть мне палыч, друг такой, он научил. Палыч, привет. Палыч, привет. Нормально получается? Ну, проверенно, я знаю. В смысле, проверим. Проверенно, я знаю. Как бы, это хорошо выходит. Юсуф Дзян. Перестал клетку, прикинь. Что там, мертвый? Клетку перенесло, смотрите, ребят. Ё-моё. Где она стояла, эта клетка? Вон, он тут перестал. Би-джи-си-би не поднимешь? Ты не поднимешь, а Витя поднял. А это, кусок. Матабы, сколько она у меня, в основном? Полушина. Жалко. Сейчас она была. Вот эти, туда. Это откуда она вот здесь стояла, да? Вот здесь, вот здесь, вот сюда. вот его место как это тяжелющая вещь ребят ситуация ладно дети были все дом и до и до а вы где скрывались а признавайтесь всех своих собрала молодец да иди откуда оттуда прибежал много до павлинов поломал павлинов с индюками вместе е-мое конкретно яйцо там внутри тоже есть ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй близко снимать не буду жалко конечно и цыплята там опять это откуда теплица было отсюда теплица улетела ребят в огород погнул они убежали да маленькие павлинято ты в ужас это чудо кролики такие маленькие крыш тоже начала смотрите скрывать и у моей работы непочатый край все повалю два дня все восстанавливать ну что обошли не так все страшно бывало и похуже да бывало когда ураган приходит у нас раньше левада была вот знаешь где она была так скажем левада переведи вот точно такая же квадратная карда 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 с травяным покрытием это левада все понятно от слова летний не знаю левада левада ну там вот левада была у нас где вот сейчас пруд раньше квадратная левада вот здесь была небольшая так конечно еще старая была вон там который сгорел так и возьми на седьмой год тоже так же все ничего не предвещало беды пришел циклон как завертело прям ураган но возьмем у нас конечно было 64 метра в длину 12 ширину вся открытый вот таким местом вот таким конечно было головы вся крыша была в у теляке у одной тетки вот такую яблони листом просто так срезала в общем риф рифовый тоже чуть не улетел куда-то же ребята которые в леваде были по вылетали нафиг просто по выкидывал за забор же ребят по раскидывал от маленьких все еще тут было так арки крыши вообще вот папа тоже такой конструктивно самое слабое здание это токарка конструктивно она самая слабая но сам прикол что и сейчас она целая вот оторвала буквально но и тогда осталось целая но самый слабый это она она там обречет тонкая старая неопытная гнилая уже вот здесь например на конюшней обречетка везде пятидесятка березовая саморез из нее не выдернешь она как кость держит но тем не менее видишь по отрывал этот чаще был а сам прикол у меня дядька есть но или вы набит у меня тогда из-за насмерки истакада у нас тогда не было и мы на двух слабах вот на яму вот эту ставили два слаба доски и загоняли тачку и делали у нее тачка осталось на этих досках все когда дома вот этот шквал был думали что тачка где-то ну где-то будет на боку прикинь тачка осталось на месте я не тронула вот но тут все поразбивал ничего не было это уже понятно ничего не было конечно была лысая дом был лысый это было того дома не было тогда на 97 но есть видео вот есть поднять кстати но или вы же все у нас цифрую все видеозаписи так можно достать пару фрагментов видеозаписи тех день реставрации и вот я думаю там ну там жесть будет только сделай пожалуйста нормально ладно она тоже в дороге не выходит звонит сервис по поводу большого вот он приехал все там по моему рабочий цилиндр отказал небольшая в принципе здесь могу я думаю что запчастях у меня он есть купить поставить сейчас обязательно спросим его его мнение по поводу квадрик я так понял там что-то опять вышло из строя и вы знаете что от цыгидзяна можно получить честный отзыв по этому атлету на 20 уже объяснять что там надо делать ну вы поняли даже здесь прошелся дождь все работа плюс ремонт над здание восстанавливать квадрик можно показать сдать на ремонт договариваться газель уже приехал на нем он поедет по теме погода твоя уральской сибирской пофиг травка растет горбы стоят никто не катается никто не мучает не говори так с этой стороны тоже порядок среди чё про квадрик атлет будешь отзыв честно давать нет или еще рано я думаю рано до 2000 давай до ездит но я я так понимаю что уже что-то копится потихоньку да честно есть есть как бы это но у меня все равно крад такое что не ломается техника до которой не работает техника когда работает как бы что-нибудь у нее бывает мулак казангады была в берпи также ломает просто берпи когда ломается гораздо более ломается он финал вот сейчас ломается тоже бывает всякая мелочевка но она мелочевка понимаешь доделывать надо все равно но пока не покажешь не расскажешь что мне нравится ребята так как бы настроены адекватно то есть как перпи на три буквы не посылает привозить все исправим а так сейчас что у нас 1800 километров ровно пробегу и тормозной цилиндр у нас но это мы от диагностировали как бы строить строить вот немножко троение ну как техдир рб моторс говорит скорее катушка какая-то но самое самое как бы туда это вот вот смотри вещь трещинка появилась упс и с той стороны это задний подрамник да вроде на амортизаторах чей дом и и вот ты владеешь это отличник это мне как бы вот вопрос педаль тормоза педаль тормоза нету нету выжима ну цилиндрик но копеечный как бы у меня она вот на 1800 до тормоз у меня на берпи на 1200 километрах суппорт нахер вывалился но там ремонт обошелся в 30 копейкой тысяч по гарантии отказали то есть тормозная колодка стерлась на тысячи километрах выпало хером собачьим вот почему у меня претензия была в чем почему выпало колодка у меня супер до спор кстати они горят не по гарантии отказано тормоза систем по гарантии проходит хорошо я вершу там тормоза систем я же не предъявляю почему колодка стерлась как бы ну понятно да не распонят почему она выпала из того что она выпала в этот поршень суппорта прям напрямую давил на диск и его к естественно сожрала вот сожрала и все нагрелось все там растаяло это мы сейчас про берпи ребят говорим на этом я не как нет это не гарантия и вот как бы там 30 чем-то ты сейчас заплатил за ремонт здесь вот этот цилиндр ну сломался но техника же на ходу а 1800 проехал смотрел колодки как новые колодки он на ходу сейчас на ходу завел катать просто тормозом немножко пойдем сейчас в автозапчасти этот цилиндр купим там за 1000 рублей поменяем за пять минут поедем плане экстремальных ситуаций экстремальных мест где нету там ну цивилизации он намного лучше ты чё однозначно ну потому что ну все коза копейки делается дала мой дом все ломается блин черт чё ты копался ты хочешь не ломался все ломается вот и как бы и фента и массе и для себе и кун и металлфач и крузак все ломается вопрос за какие деньги ломаются какими нервами какими какими сроками все это восстанавливается ладно всем пока спасибо что смотрите на самом деле канал растет с каждым днем прям приятно смотреть смотришь статистику я сам ролик там нету как в ю тубе поэтому это спасибо за поддержку очень приятно на самом деле нас это мотивирует на работу вот но давайте так смотрите значит пробежимся сразу по ряду 1 за микрофон все только правильно вот смотрите вот то что мы сейчас стоим это случайность на самом деле мы никогда там постановки не делаем мы снимаем сходу вот это поймите никогда не окажется этого микрофона рядом вот когда он нужен никогда не его не будет ну согласись да его мы купим он не заряжен будет как бы да ну но это не гарантия хорошего звука потому что мы не делаем постановку мы вот мы сходу вот-вот достал и и поехали хорошие у тебя прикид ну ка бомбовый пляжный вот такой ураган мотив